Претензии к сотовому оператору КСЛ продолжаются. Компания не торопится выполнять решение суда по возврату абонентам денег, которые сняли с их баланса за непредоставленную услугу. А также есть претензии за соединение, когда счет абонента заканчивался, а разговаривать в долг он мог. Юристы пытались обжаловать в суде предписание агентства по защите конкуренции, но его признали законным и обоснованным. Ажар Оразбай продолжит тему. Сотовый оператор КСЛ загнал семью Чипликовых в долг своей услугой. Даже если нет баланса, абоненты могли разговаривать часами. Согласно решению суда, КСЛ тем самым предоставляет несанкционированный кредит. По словам бывших клиентов компании, сначала задолженность составляла 5-10 тенге, что в общем-то не беспокоило, но позже сумма долга за один разговор дошла до нескольких тысяч. Это и стало причиной смены оператора. Случай даже был такой, что у сына моего около 5 тысяч в минус ушло. Нам пришлось гасить эти деньги, платить компанию. И после этого мы перестали пользоваться. Несмотря на то, что скандал с КСЛ длится не первый месяц, и число возмущённых горожан растёт с каждым днём, вопросы до сих пор не были решены. Пресс-службе КСЛ заявили, что не намерены комментировать проблему. Вы высылаете запрос, мы предоставим ответ на этот запрос. В соответствии с законом и СМИ. По иску АЗК было установлено, что компания КСЛ брала абонентскую плату, не предоставляя услуги по тарифному плану «Дневной безлимит». А также не прекращала соединение, когда счёт абонента заканчивался, и в последующем списывала долг. Что, кстати, незаконно. Поэтому в судебном порядке было принято решение о возврате денег клиентам и отключении долговой линии. Юристы пытались обжаловать иски и предписания Агентства по защите конкуренции, но его признали законным и обоснованным. Компанию штрафовали на 325 миллионов тенге. Если суд принял сторону именно Агентства по защите конкуренции, тогда КСЛ вынужден будет осуществить возврат полученных денежных средств. Мы должны чётко понимать, что после решения апелляционной коллегии Алматинского юридского суда решение вступает в силу, и оно подлежит исполнению. Журналисты ещё раз убедились в том, что КСЛ по-прежнему нарушает закон. Мы положили 200 тенге на номер, баланс которого был минус 7 тенге. Оператор снял долг. Десятиминутный разговор стоил нам 66 тенге за должности. В постановлении правительства о правах предоставления услуг сотовой связи прописано, что после того, как деньги на телефоне заканчиваются, счёт не должен уходить в минус, вышел ещё в 2011 году. Стоит отметить, что при повторном нарушении антимонопольного законодательства штрафные санкции в отношении сотового оператора удваиваются. То есть теперь сумма может составить свыше 600 миллионов тенге. Но судя по прошлогоднему доходу в 3 миллиарда, возможный очередной штраф покажется сотовому оператору каплей в море. Ажар Оразбай, Ирлан Сагимбеков, телеканал Алматы.